Еще один объект в Заволжске, который требует реанимации. Зампред Максим Громов во время своей рабочей поездки в район посетил очистные сооружения. Расположены они на территории Заволжского химзавода, ежедневно обеспечивают город питьевой водой. Производственные мощности в 9 раз превышают реальное потребление. Когда-то завод работал в полную силу, использовал много воды. Теперь содержать очистные сооружения в таком формате экономически невыгодно. Из этого оборудования у нас работает буквально 20-30%. Кроме того, оборудование на сегодняшний день очень изношенное. Фильтры коррозии подвержены. Мы их ремонтируем и недалек тот момент, когда потребуется капитальный ремонт. Проблема и в том, что у очистных сооружений сейчас несколько собственников. У водозабора, насосных станций разные хозяева. Одна из основных сложностей – это отсутствие четкой гарантии в бесперебойном водоснабжении населения города. Так как мы в данном случае зависим от собственника, который ведет свою экономическую деятельность, не связанную с муниципалитетом и с нашим МУПом, который осуществляет водоснабжение города Заволжска. Поэтому все риски переносятся на муниципалитет. И мы ответственны за поставку питьевой воды людям, но в то же время у нас нет никаких гарантий в том, что собственник будет добросовестно исполнять свои обязанности. Уйти с химзавода и построить новые честные сооружения – вот голубая мечта заволжских коммунальщиков. Согласно исследованиям, выше по течению Волги вода чище, а значит безопаснее для потребителей. Администрации города подписано концессионное соглашение с инвестором, но оно сейчас находится в замороженном состоянии. Концессионер не приступил к его реализации. Правительство региона видит несколько вариантов развития событий. Есть вариант строительства отдельного водозабора и отдельных очистных сооружений, отказавшись полностью от того оборудования, которое здесь вот у меня за спиной. Либо вариант разделить зону ответственности. И мы с инвестором через концессионное соглашение делаем честные сооружения, а собственник здешнего водозабора реконструирует свой водозабор. Какой вариант предпочтительнее определит финансовая оценка и конечный расчет тарифа, а становится на экономически выгодном. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Заволжский район.